Привет, друзья! Сегодня очередное видео по просьбе подписчиков. Оно посвящено замене ударных инструментов в отдельно взятом стиле. В предыдущих роликах я показывал, как переписать готовую записанную дорожку с инструментом из другого стиля с иным рисунком игры, обогащая или изменяя стиль таким образом. И принцип сегодняшних действий будет весьма схож с предыдущим, но с той разницей, что заменяющий инструмент сохранит рисунок игры заменяемого. Хочу сделать одно важное замечание по поводу того, как не стоит делать. Мы знаем, что любой из восьми инструментов стиля мы можем заменить просто нажав Track Select Volume и затем выбрав желаемую дорожку, выбрать из памяти любой подходящий инструмент. Говоря подходящий, я имею в виду, что нежелательно заменять, например, гитары на аккордеонные или синтезаторные звуки. К примеру, нажав два раза на гитару, мы попадаем на страничку гитар и заменяем гитару 1DNC на гитару, предположим, LeadDNC. И затем, даже нажав на треугольничек и Right Current Style запомнить это все в данном стиле. Мы слышим, как гитара звучит иначе. При этом, находясь на страничке Volume, мы видим, что исчезает галочка, указывающая на то, что стиль звучит с оригинально записанными звуками. В этом случае мы можем в любой момент вернуть их к оригинальным звукам, вернув эту галочку. Но! Хочу отметить, что замена звуков таким простейшим способом может привести к некорректному звучанию стиля в данном синтезаторе, а также при загрузке этого стиля в другой синтезатор. Данную возможность я советую использовать лишь для быстрого прослушивания звучания и выбора инструмента, которым мы заменим имеющийся инструмент, но сделав это правильно. Итак, рассмотрим наиболее правильный способ. К примеру, желая заменить ударный, мы прослушиваем и решаем, что нам нравится, например, хип-хоп кит. Запоминаем примерное место его нахождение. Это ячейка DRUM P2. Теперь рассмотрим способ замены инструмента на примере KORG PA900. Способ идентичен практически на всех синтезаторах серии PA. Выбираем стиль, в котором нам не нравится звучание, к примеру, ударных. Если это заводской предустановленный стиль, то предварительно заходим в меню, Global, Mode Preference, затем Media и убираем как обычно галочки защиты стиля и звуков, если они нажаты. Итак, выбираем стиль, жмем RECORD и выбираем RECORD Edit Current Style и OK. В открывающемся окне мы видим все наши 8 дорожек с инструментами. Основные ударные, как правило, записаны на первой дорожке. Выбираем слева вверху при помощи треугольничка, в какой вариации или сбивке мы хотим заменить основные ударные инструменты. Предположим, вариация 1. Выбираем первую дорожку, затем строчку TRACK и находим ячейку с ударными инструментами, которые нам понравились ранее. Они находились DRUM P2. Выбираем наш HIP-HOP KIT, затем EXIT. Прослушиваем результат, не касаясь клавиш, так как при прослушивании включается и клавишная запись. Если мы хотим поменять ударные и в других вариациях, мы должны, выбрав их по очереди, проделать то же самое. Например, выбираем вариацию 2 и снова заменяем ударные, к примеру, на BRUSH KIT RX1, EXIT и так далее. Как видите, все просто. Важный момент. Перед выходом из этого окна необходимо запомнить проделанное. Жмем треугольник справа вверху и выбираем WRITE STYLE. В открывающемся окне мы можем переименовать данный стиль, например, NEW, а также, выбрав другую ячейку, загрузить его в нее, как новый стиль. Находим свободную ячейку и ОК. Если записать в занятую ячейку, то наш новый стиль загрузится в нее, удалив стиль, имеющийся там ранее. И только затем, вторично выбирая треугольник, жмем EXIT FROM RECORD и YES. Теперь, перейдя в измененный стиль и нажимая TRACK SELECT и VOLUME, мы видим, что галочка присутствует, как в оригинальном, записанном стиле ранее, хотя ударные мы заменили. Это и считается правильной заменой инструмента в стиле. Теперь наш обновленный стиль будет всегда корректно восприниматься любым синтезатором CORG серии PA, если, конечно, замененные инструменты были выбраны из предустановленных заводских ячеек, а не из загруженных нами дополнительных. Если эта информация оказалась для вас полезной, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал музыкальных идей и подсказок. До встречи, друзья, и новых творческих успехов!